Минские встречи продолжаются. На этом всем фоне. Уверенность в том, что закончилась активная стадия боевых действий, она есть у вас? Уверенность у меня есть, потому что мы над этим очень много работали. Ведь смысл украинских вооруженных сил не в том, что они должны продолжать воевать дальше. Мы все с самого начала говорили, что для нас очень важно урегулирование. Урегулирование с целью восстановления территориальной целостности Украины, с целью, чтобы это прекращение огня стало постоянным, с целью того, чтобы граница должна была перекрыта. Потому что все, что идет через границу, это и наемники, и деньги, и оружие, и тяжелая техника. Из России? Конечно. У нас есть граница только с Россией, там, где есть Донецк и Луганск. Вот это все должно быть четко перекрыто. И, в конце концов, вся эта техника должна быть выведена с территории Украины. Поэтому мы с самого начала работали не на военную победу. Это было с самого начала очень четко сказано. И все эти действия, которые происходили, ответственных за них несут те, кто назвал себя как бы Донецкими и Луганской народными республиками. А на самом деле реальные террористы. Вот сейчас идет обмен, как вы говорите. Тысячи людей, тысячи украинцев, и не только военные, были взяты в заложники. Среди них бизнесмены, учителя. Чем провинились учителя? И даже несколько школьников. Чем провинились они? Вот в этом и существует смысл. Те, кто берут заложников, убивают людей, убивают почетных консулов, как дипломатов, сбивают самолеты. Вот в этом смысл этого. И вот для этого нам нужны эффективные вооруженные силы. Для того, чтобы это никогда не распространялось дальше. Но идея состоит в мирном урегулировании. Это мирное урегулирование мы достигли. Через мирный план президента Украины. Потому что его логика очень проста. Деэскалация раз. Второе. Это гуманитарный аспект. Потому что мы должны помочь людям. Мы должны помочь восстановить инфраструктуру. Вот представляете, теоретически, вы можете бороться за независимость. Ну, будете ли вы тогда взрывать электрические сети? Будете ли вы взрывать поставку газа, воды? Потому что вы что собираетесь там жить? Теоретически, на этой независимой территории. Поэтому никто из тех, кто живет на Донбассе, никогда этого не будет делать. И в конце концов, какая-то политическая рамка. Вот эта децентрализация. Не федерализация. Когда Донецк и Луган скажут, не-не-не, в Европу мы теперь не идем. Или, например, реформы нам не нужны. А реальная децентрализация. Получите эти полномочия. Получите большую часть налогов. И эти мистические вопросы. Будем ли мы говорить по-русски или не будем говорить? Каждый, каждый город может сам определить. Говорит ли ему по-украински, по-русски, на двух языках. Вот там есть греческая община в Мариуполе. Она может говорить по-гречески. Может говорить на четырех языках. Чем больше языков люди знают, тем они, на самом деле, богаче. Просто я грузинка. Я прошла через Абхазию и Южную Осетию. Я видела своими глазами, что произошло с этими грузинскими регионами, которые сейчас в крайне тяжелом положении. Но они, в общем, не под контроль на официальном Тбилиси. Приднестровский сценарий, опять-таки. Как избежать такого развития событий на Украине, когда, собственно, все предпосылки, боюсь, для этого есть. Ведь идея в чем? Не оставить замороженными Донецк и Луганск, а встроить их в общеукраинский политический процесс. Мы говорим, что мы не можем говорить с террористами из Донецка и Луганска. Поэтому и трехсторонняя контактная группа. Поэтому давайте сделаем выборы. И Донецк и Луганск должны выбрать тех, кого они считают нужным, и кого они считают возможным выбрать, чтобы их представлять. Кто является реальным представителем. Ведь сначала, кто руководил ДЛНР и ЛНР, так называемыми, это были российские граждане. Есть ли они реальными представителями Донецка и Луганска? Нет. Кто сейчас руководит? Другой вопрос. Так дайте Донецку и Луганску выбрать тех, кто способен взять на себя ответственность, и кто реально их представляет. Вы считаете, что такие люди, как Захарченко, правильно я говорю, они не будут избраны местным населением? Или все-таки они им доверяют? Смотрите, я не могу за Донецк сказать, кого они выберут. Но если они выберут, вы будете с этими людьми разговаривать? Если они выберут Захарченко совершенно официально и скажут, мы ему верим, вот весь Донецк ему верит, ему верят, что он способен обеспечить политический процесс, что его цели являются правильными, и если его освободят от криминального преследования, потому что он не ответственен за смерть, потому что закон об амнистии, он очень четко говорит, что амнистию можно предоставить всем, кто не совершил преступлений против человечности, кто не убивал, кто не сбивал самолеты, или кто не ответственен за это, кто не брал людей, соответственно, как заложники, вот тогда это возможно. И мы не можем за жителей Донецка, Луганска, за жителей этих районов сказать, кто их должен представлять. Пусть они, мы, кстати, вот в этом законе про отложенный статус, пошли на очень далеко идущие идеи. Ведь сейчас, например, можно совместно говорить о том, какой будет полиция на местах, как на самом деле будет обеспечен порядок, потому что мы должны вернуть людям верховенство закона и порядок, для того, чтобы они не чувствовали себя в тотальной небезопасности. Мы должны вернуть им безопасность, мы должны вернуть им нормальную жизнь. А ну, такую нормальную жизнь, которая должна быть встроена в общеукраинский политический процесс. О каком времени мы можем говорить? О каких рамках временных? Вы, наверное, выстраиваете планы? На столетия, вы хотите сказать? Нет. Мы никогда не выстраиваем планы на столетия. Это вот даже закон, он говорит там о трех годах возможности отложенного статуса. Но когда будут выборы, а выборы там предлагается сделать 9 ноября, сразу ситуация, если кто-то ее не будет раскачивать, она ведь нормализуется, потому что тот, кого выберут, он должен обеспечить нормальную жизнь. А если он ее не обеспечит, его просто выкинут. И тогда снова, соответственно, будут пытаться прийти. И есть предположение, что официальная Москва требует признания Крыма частью территории Российской Федерации. И тогда все нормализуется, тогда все успокоится. И украинская власть сможет действовать так, как она считает нужным. Вот вопрос. Есть ли в перспективе такая возможность, что Украина признает Крым территорией Российской Федерации? Или, ну, по крайней мере, не будет подавать в суды, не будет этим крымским вопросом заниматься, и как-то оставит этот вопрос в стране? Ну вот, давайте посмотрим на Крым. Может Крым нормально существовать, как часть Российской Федерации? Когда в отношении Крыма навсегда будут действовать санкции со стороны всего цивилизованного мира, со стороны Европейского Союза, со стороны Соединенных Штатов, всего. Когда инвестиции туда реально невозможны, когда все руководство Крыма находится в санкционных списках, когда крымские татары, не могут никто из них чувствовать себя спокойно. То есть вы считаете, что Крым может захотеть вернуться? Я не просто считаю, я в этом совершенно уверен. И это будет намного раньше, чем многие считают. И речь идет не о том, каким образом все это сейчас развивается в Крыму. Посмотрите, какое руководство Крыма, каким образом обеспечиваются права жителей. И даже эти выборы, но даже с точки зрения логистической организации, можно голосовать с российскими паспортами, с украинскими паспортами, с переходными. Даже это невозможно сделать. Крым обязательно захочет вернуться. И вот тогда это будет предметом переговоров, но не с Россией, потому что мы никогда не будем вести переговоров в отношении Крым украинский или неукраинский. Крым однозначно будет украинский. А с кем вы будете вести переговоры? Мы будем вести переговоры с международным сообществом, каким образом обеспечить правильный переход Крыма обратно под формальную юрисдикцию Украины. Мы сейчас считаем, что эта юрисдикция однозначно есть. И никаких переговоров по Крыму не будет никогда, потому что это нарушает все возможные правила. Все возможные правила и всю систему отношений, которая установлена после Второй мировой войны. Так что никаких компромиссов по Крыму никогда не будет. Продолжение следует... Продолжение следует...